Существование объекта файл не привязано к существованию файла или директории на диске. Конструктор файл ничего на диске не создает. Таким образом, путь может спокойно указывать на несуществующий файл или директорию. У объекта есть методы для проверки существования и типа файл это или директория. Когда мы убедились, что это файл и он существует, то можем запросить по нему дальнейшую информацию. Например, размер, который возвращается методом getLength. Или время последней модификации в миллисекундах с 1970 года. Если вдруг файл не существует, то вот эти методы будут возвращать нули, а не будут бросать исключения. Если экземпляр файл соответствует директории, то мы можем получить ее содержимое при помощи методов list и listFiles. Разница между ними в том, что первый возвращает массив строк, а второй массив экземпляров файл. Если мы запрашиваем содержимое несуществующей директории, то вместо массива нам придет null. Содержимое возвращается только на один уровень. Если нужно получить все содержимое, включая поддиректории, то придется ручками написать рекурсивный обход. Есть перегруженные варианты методов list и listFiles, принимающие фильтр. Фильтр — это объект, реализующий интерфейс, либо файлфильтр, либо файлнэймфильтр. Оба эти интерфейса содержат ровно по одному абстрактному методу — accept. Поэтому их можно инстанцировать при помощи лямбдовыражений, чем мы и воспользовались в этом примере. Наконец, мы добрались до методов, позволяющих что-то в файловой системе поменять. Первый такой метод — create new file — атомарно создает новый пустой файл. Он возвращает булевское значение — true, если все прошло успешно, false, если файл уже существовал и создать его не удалось. Он может бросить его exception, если в процессе создания случилась ошибка, например, нету прав или не существует директория, в которой мы пытаемся его создать. Вообще, этот метод используется не очень часто, потому что обычно нас интересует не просто создание файла, а запись туда каких-то данных. А классы, которые занимаются записью данных в файл, прекрасно умеют сами этот файл и создавать. То есть, явно вызывать create new file перед этим не требуется. Метод create new file нужен в тех случаях, когда нам важно убедиться, что файл создан именно нашей программой, именно сейчас, чтобы случайно не начать вписать файл, созданный кем-то извне. Гарантируется, что проверка существования и создание этого пустого файла в методе create new file происходит атомарно, то есть, никакая другая программа или пользователь между этими двумя операциями в клинице не может. Для создания директорий есть методы mkdir и mkdir. Разница между ними следующая. Метод mkdir за один вызов может создать максимум одну директорию. Если нам нужно, как в этом примере, создать иерархию сразу из четырех вложенных директорий, то метод mkdir с этим не справится. Нас спасет второй метод mkdir, который за один вызов может создать все уровни вложенности, столько, сколько нужно. Метод delete, очевидно, удаляет файл или директорию. Не очевидно здесь то, что в случае директории она обязательно должна быть пустой, иначе она удалена не будет. Поэтому часто можно встретить вручную написанный рекурсивный обход для удаления всех вложенных файлов и под директорий. Метод renameTo переименовывает файл. Он принимает не строчку с новым именем, а экземпляр файл. То есть, в принципе, при помощи этого метода можно так переименовать файл, что он окажется в другой директории. Но тут есть нюансы. Например, известно, что переименование файла выполняется платформенно зависимым способом, и не гарантируется, что можно перенести файл с одной файловой системы на другую. А поскольку файловые системы могут быть смонтированы в произвольной директории, о чем мы из Java программы не знаем, то можно полагаться только на надежное переименование файла без переноса в другую директорию. И опять, чтобы обойти это ограничение, программистам приходится либо писать свой метод, либо подключать какую-то стороннюю библиотеку, где такой метод уже написан. Например, Apache Commons. Такой метод будет поблочно читать исходный файл, записывать данные в новый файл, потом исходный файл удалять. В случае с директорией это нужно проделать рекурсивно для всего содержимого. Обратите внимание, что метода копирования в классе файл вообще нет. Его тоже нужно либо писать руками, либо подключать из какой-то сторонней библиотеки. Продолжение следует...